20 часов в Самарской губернии в студии Николай Гришечкин. Здравствуйте! О главных событиях в регионе в начале этого информационного часа. И вот о чем расскажем. Страшные события 17-летней давности в России сегодня вспоминают жертв террористических актов, в том числе Бесланской школы. Воспоминания выжившей заложницы в нашем выпуске. Самарские росгвардейцы неожиданно для себя стали пожарными. Мимо чужой беды пройти не смогли. Как тушили огонь, когда он подобрался вплотную к даче, они расскажут в выпуске. В Самаре протестировали чудо избирательной техники. Представители общественного штаба наблюдения за выборами узнали, можно ли обмануть, подкупить или перепрограммировать КАИБы. И зачем в комплексе к ним идет автомобильный аккумулятор. Подробнее в выпуске. 3 сентября в России день солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата напрямую связана с событиями 17-летней давности. Напомню, в сентябре 2004 года в результате террористического акта в школе номер один в Беслане погибли более 300 человек, среди которых было много детей. 3 сентября по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В Самаре в память о трагических событиях горельеф, ускорбящей матери родине, возложили цветы губернатор Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн и члены правительства области. Среди тех, кто сегодня возлагал цветы в память о жертвах террористов, была и жительница Самары Карина Сокурова. В 2004 она находилась среди заложников в Бесланской школе. То, о чем невозможно забыть спустя годы, в нашем следующем сюжете. К мемориалу у вечного огня в Самаре сегодня несли не только цветы и мягкие игрушки, но и бутылки с водой. В те страшные три дня боевики мучили заложников Беслана жаждой. Карина Сокурова тогда только перешла в 10 класс. В этом теракте ей удалось выжить, но все 17 лет ее мучают воспоминания о трагедии. Это отчаяние, когда ты не можешь ничего сделать, когда ты связан по рукам и ногам. То есть вот ничего не можешь даже побороться за свою жизнь. В тот момент я, может быть, и не осознавала в полной мере горечи, что такое потери. Но со временем, когда я уже стала мамой, я осознала, особенно когда мой ребенок пошел в первый класс. Вот тогда было очень тяжело. Но мы преодолели это все. Сейчас более-менее я со спокойной душой отпускаю ребенка в школу. И чтобы вот такого не повторилось, надо всегда об этом помнить. Также чтить память погибших. Около тысячи соотечественников погибших в Северной Осетии проживают сейчас в Самарской области. И каждый представитель общины переживает то горе, как свое личное. Минуты молчания почтили память погибших заложников и павших бойцов спецназа, которые пытались спасти детей ценой собственной жизни. В 2004 году, когда это произошло, то очень большая помощь от Самарской диаспоры поступала туда. Именно конкретная адресная помощь была отсюда. И мы знаем пофамильно, кто кого не стало. И мы эту память чтим обязательно. И всегда будем это продолжать, где бы мы ни проживали. Всегда у нас, Степан Разина 94, там всегда зажигаем свечи, приходит молодежь. И мы им объясняем, что вот это произошло, как это произошло и зачем это произошло. Чтобы такое больше не повторялось. Теракт в Беслане унес жизни 334 человек. 186 из них дети. И эту трагедию будут помнить. Будут нести цветы, свечи и игрушки, чтобы это никогда не повторилось. Сергей Сергеев, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Сегодня день воинской славы, приуроченный годовщине окончания Второй мировой войны. Не все помнят, но последняя ее битва гремела не на улицах Берлина, а в тысячах километрах восточнее, на территории Северного Китая. Там советские войска штурмом брали последний оплот японской армии – Дунинский укрепрайон. Участниками тех сражений были два офицера, которые после войны продолжили службу в Куйбышеве и даже жили в одном доме, правда, в разные годы. На историческом здании в центре Самары сегодня появились имена героев. О судьбе победителей и сохранении памяти. Георгий Федоров. Красноармейская, 62. В бронзе и мраморе на фасаде этого дома теперь увековечены имена двух его жителей – генералов, которые в августе 45-го командовали последним сражением Второй мировой. Иван Матехин и Степан Жестаков. В их судьбах много общего. Родились в крестьянских семьях, прошли гражданскую войну, а когда началась Вторая мировая, отправились на Дальний Восточный фронт. Во многом именно их полководческий талант позволил Красной армии взять последний рубеж, занятый войсками Японской империи. А уже в мирное время командиры служили военными комиссарами Куйбышевской области. Очень рад тому, что на территории нашей Самарской области мы бережно относимся к памяти героев. Говорят, что у страны, которой нет памяти, нет и будущего. Страна, которая забывает своих героев, не имеет права на существование. Это не про нас, это не про Россию и не про Самарскую область. Мы каждый год открываем новые имена героев-защитников Отечества. С инициативой установить мемориальную доску в память о Матюхине и Жестакове выступила общественная организация группа «Увековечение памяти защитников Отечества». Перед этим провели большую работу по изучению архивов. Ведь даже самарцы, проживающие сегодня в доме на Красноармейской, не знали о героях, которые жили здесь до них. Это один из шагов по увековечению памяти этих генералов Победы. Куйбышевским генералам, которые поставили точку во Второй мировой войне. Военно-историческое воспитание подрастающих поколений – это главная задача для нас. Предложение общественников поддержал инициатор проекта генерала Земли Самарской, член Президиума Российского военно-исторического общества Александр Хинштейн. Также за увековечение памяти командиров выступили областной военный комиссариат и союз генералов Самары. Мемориальная доска установлена в рамках проекта «Историческая память». Открывая эту доску, мы хотим, чтобы люди, жители, гости нашего города и нашего региона никогда не забывали о том, какие замечательные люди жили у нас, какие имена навечно вписаны в историю и Самарского края, и нашей большой необъятной страны. В Самарской области в последние годы ведется большая работа по сохранению памяти о героях-земляках. Ежегодно открываются мемориальные доски, обновляются и устанавливаются памятники, облагораживаются места захоронений, создаются школьные военно-исторические музеи. Георгий Федоров, Новости губернии. В честь дня окончания Второй мировой войны в Самарской губернской думе для студентов провели необычную экскурсию. Почему необычную? Потому что в роли экскурсовода выступил сам председатель областного парламента. Вас, Рассадина, подробнее. Эти даты забывать нельзя. Такими словами поприветствовал гостей Геннадий Котельников. В музей, посвященный победе в Великой Отечественной войне, пришли будущие врачи. Для студентов Самарского медико-технического лицея экскурсию проводит сам председатель Самарской губернской думы. Для него война – это недалекое прошлое, как для нынешних поколений. Геннадий Петрович – непосредственный свидетель последствий вторжения немецких захватчиков. Когда я в школу пошел в 56-м году, после войны прошло 11 лет. Это уже, понимаете, тоже исторический какой-то большой ракурс. Хотя тогда еще ведь приехать, можно было, в город Волгоград увидеть разрушенные дома, разрушенные улицы, разрушенные берега Волги и так дальше. Поэтому это не просто история. Это судьбы людей, продолжает Геннадий Петрович. О их войне наша страна потеряла около 27 миллионов. В экспозиции – личные вещи бойцов, медали, фотографии из истории Куйбышева, как запасной столицы. Вторая мировая война затронула 61 государство и около 2 миллиардов человек. 3 сентября – день окончания кровопролитных боевых действий длиной в 6 лет. Своеобразный второй день победы. Победы над Японией. Очень интересен сам музей, потому что здесь история нашего города, история войны, как она происходила и какие действия были предприняты нашими людьми и нашей страной. Выпускники медицинского класса лицея узнали о вкладе в войну куйбышевских предприятий, о ее героях, где пролегал главный фронт, где сражались вооруженные силы Германии и ее союзников против Красной армии. На этот музей у нас большие планы. Он должен стать центром патриотической работы, подчеркнул Геннадий Котельников. Васа Рассадина. Новости губернии. Пожар в Бузулукском бару полностью ликвидирован. Об этом сообщил начальник ГУМЧС России по Самарской области Олег Бойко на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. Оно прошло под председательством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова. Расслабляться, по мнению экспертов, пока рано. Несмотря на дождевую погоду, во многих районах Самарской области сохраняется высокий класс пожарной опасности. Осадки прошли не везде. По прогнозам, сухая, теплая погода еще вернется. К возможным происшествиям нужно быть полностью готовыми и заранее. Для этого во всех районах, в том числе, нужно проверять состояние пожарных водоемов, патрулировать леса и не допускать разведения костров, расширять минерализированные полосы. По минерализованным полосам, на тех территориях, которые граничат с лесным фондом, никаких 1,4 метра нас не должно устраивать. Не менее 40 метров. Уважаемые главы территории, ставьте задачу главам поселений по организации покоса травы. Выделяйте средства. Если там нужно нанять организацию какую-то на эту работу, нанимайте организацию. Это небольшие затраты. Финансируйте. Сильно помогает в тушении пожаров авиация. Одна из главных задач сейчас заключение соглашения с крупными организациями и компаниями, у которых есть, к примеру, вертолеты. Если мы заключим долгосрочные соглашения с ними, это даст им возможность уже на плановой системной основе обучить пилотов, получить лицензию. Понятно, что водоспросное оборудование должно быть на вертолетах. Но это бы нам очень здорово помогало в таких локальных случаях, когда есть серьезные угрозы распространения лесных пожаров. Давайте это тоже проработаем. Вовремя пришли на помощь сотрудники ОМОН на транспорте, Управление Росгвардией по Самарской области временно стали пожарными и спасли от огня два дачных поселка в Кенельском районе. Как боролись со стихией, узнали мои коллеги. Приняли все меры к тушению. Использовали огнетушители, находящиеся в служебном автотранспорте, подручные средства. Вот так, сухим языком рапорта, как о чем-то обыденном, рассказывает майор полиции Александр Наумов о последнем дне лета. Возвращаясь с занятий на полигоне, он вместе с бойцами ОМОН заметил дым и языки пламени. Росгвардейцы, не раздумывая, поспешили на место. Вовремя. Огонь уже вплотную подобрался к домикам дачных поселков. Горело очень сильно. Высота огня где-то примерно, наверное, была до метра. Ну и, в принципе, вот здесь все полыхало. До домов, вот где-то дома находятся в пределах, наверное, метров 70-90. До одного дома практически остался метр. До одного дачного домика, до другого дома где-то метра 3-4. Когда все это начало гореть, то я понял, что если бы не вот эти мальчишки, их вмешательство, а реально сгорело бы, ну, два дачных поселка точно. Потому что буквально вот остановили огонь в метре. И до прибытия пожарных, ну, чем они там только не тушили. Ни мешка и ни секунды бойцы ОМОН вступили в неравную борьбу со слепой стихией. В ход пошли не только огнетушители штатных автомобилей, но и подручные средства. Огонь удалось остановить в тот самый момент, когда трагедия, казалось, была неминуема. Жители дачного поселка до сих пор не могут найти слов, чтобы выразить росгвардейцам свою благодарность. Кто берет ведра, кто лопаты. Все, ну, это было настолько вот... Старше им, не знаю, когда его звонили, он руководил. Командирами руководил. Ребята все, что сделали, помогли. Молодцы, большое им спасибо. Да, вообще, спасибо руководству за такое воспитание. Спасибо родителям их, за воспитание детей. Ну, что люди познаются в горе, мы узнали на собственном опыте. На горьком. На горьком опыте. Высоко оценивают действия сотрудников специального подразделения Росгвардии и представителей муниципалитета. Огромное спасибо за то, что спасли. Вообще, что они там оказались, не проехали мимо, как у нас бывает зачастую. А действительно, что у них сработало, в первую очередь, даже, наверное, не военное, а человеческое, что нужно помогать и спасать. Ну, и руководству, естественно, спасибо за то, что таких ребят воспитали. Сергей Сергеев, Мария Шпакова, Новости губернии. Начало сентября. Время не только учиться, но и обезопасить себя и своих близких. В Самарской области стартовала прививочная кампания против гриппа. В регион поступило более 550 тысяч доз вакцины. Чем страшен инфекционный микс и кому защитить свое здоровье необходимо как можно быстрее, узнала Дарья Зотова. Чем прохладнее за окном, тем вероятнее иммунитету проиграть схватку с сезонным инфекциям. С началом осени в регионе стартовала прививочная кампания против гриппа. Ее ход и перспективы обсудили представители областного Минздрава и регионального отделения Роспотребнадзора. Вместе с регистрацией коронавирусной инфекции происходит регистрация значительного количества ОРВИ среди населения. На прошедшей неделе, 34-й наблюдении, у нас было более 10 тысяч случаев ОРВИ. Ранее, в предыдущие десятилетия наблюдений в Самарской области, в крайнюю неделю августа, никогда не было таких высоких цифр заболеваемости ОРВИ. Самым эффективным, мы говорим об этом ежегодно, методом профилактики является вакцинация. Особенно опасен сейчас инфекционный микс. Если к COVID-19 добавится грипп и все это наложится на хронические заболевания, последствия могут быть крайне печальными в зоне риска и самые юные жители региона. Грипп всегда для детей – это тяжелое инфекционное заболевание. Грипп сопровождается поражением не только бронхолебочной системы, в первую очередь центральной нервной системы. Очень тяжелые токсикозы, судорожные синдромы, отек головного мозга, ну и так далее. Очень ярко протекает у детей. Чтобы предотвратить тяжелый недуг, специалисты советуют привиться. И напоминают, между вакцинами от коронавируса и гриппа должно пройти не менее месяца. То есть принцип простой. Между всеми вакцинами, которые есть, гриппозной вакциной от новой коронавирусной инфекции и пневмококковой вакциной везде интервал месяц. По приоритетности, конечно же, нужно привиться от новой коронавирусной инфекции, завершить вакцинацию новой коронавирусной инфекции. И после второй датч, второго компонента, через месяц можно смело приходить и прививаться от гриппа. Это нужно в обязательном порядке сделать. Вакцинироваться от гриппа можно в поликлинике, прикрепленной по месту жительства. В 2021 году охватить профилактическими прививками против гриппа планируется не менее 60% населения Самарской области. Как показывает прошлогодний опыт, такой процент привитых гарантирует защиту. Дарья Зотова, Алексей Гриднев, Новости губернии. В Самарской области от коронавируса привита хотя бы одним компонентом препарата уже более миллиона 40 тысяч жителей. Однако для формирования коллективного иммунитета этого пока недостаточно. С наступлением осеннего сезона простуд одной из важнейших задач для здравоохранения региона является своевременная вакцинация старшего поколения. Почему эта группа граждан считается наиболее уязвимой, узнали мои коллеги. Неутешительная статистика говорит, пожилые люди зачастую ковид переносят тяжело. Количество летальных исходов в этой группе больше. Одна из причин, почему для людей старше 65 коронавирус смертельно опасен – сопутствующие заболевания. Эта категория граждан считается самой уязвимой. Трое внуков, а вдруг я заболею, приду к ним. Дети привитые. Лучше пускай сделают. Потому что если заболеешь, тяжелее переносят, чем привитые. Привитые легче переносят. Те, кто переболел, не понаслышке знают – вирус не проходит бесследно. Могут возникнуть и тяжелые последствия, на восстановление которых потребуется не один месяц. Ковидом переболел. Температура была, одышка была, судороги были, ломало все. Температура долго держалась. Думаю, что надо привезти, чтобы в легкой форме перенести. Кто его знает. Осенью, в период подъема заболеваемости ОРВИ, ОРЗ и гриппом, задача для медиков номер один – справиться с наплывом пациентов без принятия дополнительных мер, таких как приостановление плановой медпомощи. Во второй Толетинской поликлинике для этого необходимо привить еще не меньше 35 тысяч жителей. Особенный акцент хотелось бы сделать на людях пожилого возраста, которые на сегодняшний день являются нашей целевой аудиторией в вакцинации. Не столько страшное вирусное заболевание, как осложнение, которое обостряется на фоне этого заболевания. Специалисты говорят, крайне важно уберечь себя от болезни и ее осложнений. Прививка – действенная профилактика. Медики напоминают, что пожилые и маломобильные жители области могут обратиться в свою поликлинику, чтобы провести вакцинацию на дому. Марина Промошкина, Андрей Костомаха. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Как долго восстанавливаются легкие после коронавирусной инфекции? Какие симптомы мучают пациентов? И почему в ковид-госпиталях оказываются целыми семьями? Юлия Богданова, главная внештатная специалист областного Минздрава по пульмонологии, рассказала, какой ущерб ковид-19 наносит организму. Поражение легких характеризуется очень выраженной дыхательной недостаточностью. Практически все пациенты, даже если это очень небольшой процент поражения легких, испытывают одышку. Очень часто это мучительные каши. Очень длительно потом восстанавливаются легкие. Мы знаем, что в течение нескольких месяцев после завершения острой фазы заболевания люди могут испытывать различные дыхательные проблемы. И при исследовании компьютерной томографии органов грудной клетки очень долго сохраняются изменения. Поэтому, конечно же, основа основ сейчас это вакцинация и, безусловно, все профилактические мероприятия, как дистанцирование, ношение масок. И, конечно же, безусловно, участие в массовых мероприятиях сейчас должно быть очень и очень взвешенным. Это решение каждого человека, но болеют настолько тяжело, и мы настолько в больницах видим тяжелые случаи заболевания, что не сказать о том, чтобы каждый подумал и взял на себя ответственность за свое собственное здоровье. А во многих случаях это еще ведь здоровье близких. Столько в госпиталях случаев семейных, когда госпитализируются муж и жена, родители и взрослые дети. Поэтому, конечно же, здесь ответственность касается не только себя самого, но и окружающих. Еще раз повторюсь, в госпиталях действительно бывают очень тяжелые случаи. Поэтому, наверное, пожалуй, что мое отношение, да и моих коллег к вакцинации очень жесткое. Вакцинироваться надо обязательно для того, чтобы спасти свою жизнь и спасти жизнь своих близких. До выборов осталось 15 дней. Все три дня голосования в Самарской области будут работать 338 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Традиционно разместят их на самых больших по количеству избирателей участках. Таким образом, каждый третий избиратель Самарской области проголосует с помощью КАИБов. Можно ли обмануть, подкупить или запугать эти агрегаты? Насколько КАИБы стойкие, узнали общественные наблюдатели, протестировав систему. В систему КАИБ тестируют представители общественного штаба наблюдения за выборами. По Самарской области будет установлено 338 комплексов обработки избирательных бюллетеней. До начала голосования все они пройдут проверку. После урны опечатают и КАИБ переведут в режим голосования. Члены общественного штаба заинтересовались возможностями работы КАИБов во время внештатных ситуаций. Функционировать комплексы обработки способны и в экстренных условиях. Сбой электропитания для них не помеха, потери данных не произойдет. Вот в данном случае у 17 КАИБов, у всех вариантов 17 КАИБов, есть встроенный аккумулятор, который в принципе 2, 3, а то и 4 часа, в зависимости от качества аккумулятора, они могут принимать бюллетени. То есть пока не восстановится электричество. Плюс к этому еще есть такой комплект, то есть это обычный автомобильный аккумулятор, по сути весь день. На нем можно весь день проводить выборы. КАИБ. Не подкупишь и не запугаешь. Если найдется избиратель, который захочет перепрограммировать агрегат, то попытка закончится неудачей. Кнопок с функциями в открытом доступе нет. И управление становится активным только после 20 часов. После 8 часов вечера КАИБ переводят в переносной режим, опускают бюллетени из переносных урн. Как раз этот момент многие расценивают как вброс. После этого переносной режим у КАИБ отключают, и комиссия распечатывает протокол, в котором отражено, сколько бюллетеней было опущено в стационарном и переносном режиме. Его могут получить общественные и партийные наблюдатели. После участковой комиссии сверяют информацию с основным протоколом. Если цифры не сойдутся, то система не даст подписать протокол. Копия сохраняется в КАИБе и еще на уникальной флешкарте. Ночью КАИБ не считает голоса. Опускать листы голосования – бесполезно. Он выключается и бюллетени не берет. Помимо тестирования КАИБ, общественный штаб Самарской области по независимому наблюдению за выборами презентовал брошюру «Права и обязанности наблюдателя». За частностью голосования в Самарской области проследят 5000 независимых общественных наблюдателей и сотни тысяч по всей стране. Это люди самых разных профессий, представители политических партий. Наблюдатель – это и свидетели, и контролер, и арбитр. Поэтому роль его очень важна. И хотелось бы, чтобы он в более полной мере исполнил принятые на себя, не побоюсь сказать, обязательства в этом плане. И вот за основу при разработке брошюры был создатся золотой стандарт, который разрабатывается в каждую избирательную кампанию, общественная палата Российской Федерации совместно с ЦИКом. В связи с пандемией коронавируса в контрольный лист мы включили также критерии оценки соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. В 8 часов утра 17 сентября 100% КАИБов, имеющихся в распоряжении избирательной комиссии Самарской области, начнут свою работу. Она продлится три дня. Храниться информацией о ходе голосования в КАИБах будет 10 дней. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губерния. Общественное наблюдение Общественное наблюдение как самое действенное, на мой взгляд, форма общественного контроля. То есть прийти, самому увидеть, самому убедиться, услышать, отметить. И смотрите далее в нашем эфире. В Новокубишевске распахнул свои двери Новопарк. Чем уникален центр технического творчества и чему здесь смогут научиться дети? Покажем. Где воспитывают юных чемпионов по спортивному туризму? Обитают маргулютки и шишиги. И почему над Молодецким курганом все еще курится трубка Стеньки Разина? Наша съемочная группа отправилась в самое сердце Самарской Луки открывать новые туристические маршруты. Не расставаться со сценой, посвятить две трети своей жизни искусству и продолжить покорять культурную сферу в Самаре, где воспитывают настоящих профессионалов и почему высшее образование студенты остаются получать на родной земле. Новокубишевске распахнул свои двери для юных жителей города Новопарк. Уникальный центр технического творчества. Здесь ребята на базовом уровне смогут освоить технические программы, понять, что им нравится больше и чем они готовы заниматься в будущем. Замечательное образовательное учреждение посетил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Все детали в нашем материале. Новопарк – единственный подобный центр, где дети от 6 до 18 лет смогут заниматься техническим творчеством. Начал запись детей центр уже с 1 сентября. Все занятия будут проводиться абсолютно бесплатно. Для ребят с 6 до 18 лет будут запущены образовательные программы по робототехнике, беспилотным летательным технологиям, схемотехнике, электронике, 3D-технологиям, программированию и VR-технологии. Условия, скажем так, самые наилучшие. То есть все аудитории оснащены самым современным оборудованием. Для детей создана полная база для того, чтобы развиваться, создавать проекты будущего. В Новопарке работают 13 педагогов, возраст которых менее 35 лет. Центр проводит обучение детей по 7 направлениям. В том числе 3D-прототипирование, схема техника, программирование, беспилотные технологии, виртуальные и дополненные реальности, робототехника, биотехнологии. В сентябре 2021 года планируется открытие еще двух направлений – космическая инженерия, альтернативная энергия. Здесь очень много разной техники, которой в нашей школе нет. Также и 3D-принтеры, ноутбуки. Наверху в классе я видела очень много микроскопов всяких. Очень интересное оборудование, которое в школе я не видела. Кстати, поддержка талантливых детей и молодежи, создание условий для их развития – одно из ключевых направлений в стратегии лидерства, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Глава региона лично познакомился с работой уникального образовательного и развивающего центра. Здесь соработничество буквально региональной власти и бизнеса позволило создать нам уникальный, совершенно уникальный центр развития талантов детей. Я уверен, что вот такому примеру будут следовать и другие бизнесмены. Все это во имя и во благо нашего будущего, всех детей. Стоит отметить, что Центр технического творчества детей «Новопарк» в Новокубишевске вошел в топ-5 лучших мини-технопарков Самарской области. В 2022 году в рамках национального проекта образования планируется создание кванториума на базе «Новопарка». Леонид Кошман, Владислав Жирнов, Новости губерния. С машинами на «ты» герои нашего следующего сюжета. Один из них открыл собственный автосервис с помощью соцконтракта, а второй устроился к нему на работу тоже в рамках государственной поддержки. Подробности этой истории узнавала Елизавета Должикова. Андрей Дроздов – предприниматель, в машинах разбирается с самой юности и всегда работал в автосервисе. И о своем деле даже не мечтал, но в период пандемии попал под сокращение и оказался без работы. Именно тогда Андрей узнал о возможностях соцконтракта и решил не упускать шанс. Составил бизнес-план, защитил, подал документы и получил 250 тысяч рублей на старт своего дела. Закупил необходимое оборудование, подъемник, компрессор-стойку и набор инструментов. Достаточно просто. Собирание документов заняло где-то дня 3-4. Это лично то, что необходимо было предоставить органы соцподдержки. Сама работа соцподдержки достаточно тоже быстро. То есть все быстро обработали, приняли, помогли. В связи с той ситуацией, которая у меня была, жизненной трудной ситуацией, то есть достаточно очень хорошая поддержка. Социальный контракт – это мера государственной поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. С помощью него можно открыть собственное дело или устроиться на работу. По второму пути пошел Виталий Зубков. Он работает в автосервисе у Андрея Дроздова около 4 месяцев. Кстати, при трудоустройстве именно по соцконтракту человек получает гарантированную выплату 12 126 рублей. В первый месяц оформления документа и еще три месяца спустя. И это помимо основной заработной платы. Состоял на бирже труда, длительное время получал от государства субсидию. Потом узнал, что есть такая помощь от государства в социальный контракт. Подал документы на этот социальный контракт. Мне, в принципе, это как бы одобрили. Я очень длительное время работаю в этой сфере. И, в принципе, меня это все устраивает. Мне нравится влазиться с машинами. Соцконтракт позволяет не просто получить единовременную выплату, максимальный размер которой 250 тысяч рублей, а с обучением до 280 тысяч рублей, но и создать свой бизнес с нуля или продолжить начатое дело. Такой поддержке людей особое внимание уделяет президент России Владимир Путин. Это как раз та мера, которая воздействует на борьбу с бедностью. Мы сейчас реально видим реальные изменения в жизни людей, которые оформляют уже социальный контракт. Увеличивается доход не просто человека, а семьи. Обратиться может каждый в комплексный центр, в районное подразделение. С начала 2021-го в Самарской области заключено уже более 5500 соцконтрактов. И это почти в четыре раза больше, чем за весь прошлый год. Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что в этом году, благодаря консолидации с федеральным бюджетом, финансирование увеличится почти в 20 раз и составит более миллиарда рублей. Поэтому помощь смогут получить гораздо больше жителей области. Елизавета Должикова, Александр Дудко, Новости губернии. Субтитры создавал DimaTorzok Добывают черное золото. В преддверии профессионального праздника нефтяники региона уже получают награды за свой добросовестный труд. Почетные грамоты лучшим специалистам отрасли торжественно вручил губернатор Дмитрий Азаров. Подробнее расскажет Андрей Фадеев. В Новокуйбышевске тройной праздник. День работников нефтяной и газовой промышленности, 70-летний юбилей нефтеперерабатывающего завода и день города, когда-то выросшего вокруг этого предприятия. Федор Кузнецов отдал службе на НПЗ почти 38 лет и за все это время ни разу даже не задумывался о том, чтобы оставить это место. За добросовестный и многолетний труд слесарь уже получал благодарности, медали и даже был премирован автомобилем. И в этот раз награда тоже нашла своего трудового героя. Я так полагаю, что руководство предприятия, руководство нашего цеха таким способом решили за мой многолетний труд меня наградить. Как бы гордость и в то же время приятные ощущения радости. Глава региона Дмитрий Азаров отметил всю важность работы нефтяников, весь их неоценимый вклад в развитие губернии и поблагодарил заводчан за преданное и ответственное отношение к своему делу. Для Самарской области нефтяная отрасль является ключевой, важнейшим сегментом экономики региона, региональной специализации. Все это благодаря вам, благодаря вашему труду, благодаря по-настоящему государственному подходу к решению любых вопросов руководства компании. Почетную грамоту губернатора получил в этот день и Вадим Пауль, сотрудник компании «Транснефть» при Волге. 25 лет назад он пришел на предприятие экскаваторщиком, затем стал линейным трубопроводчиком. Говорит наша бригада, как семья, спим в одном вагончике, едим из одной тарелки. Ведь трубопроводы, как артерии в теле, отношения к работе соответствующие. Максимально бдительно и добросовестно, потому что труба ошибок не прощает. Если что-то не так, значит это будет плохо. Не только нам, это будет всем плохо. Надо, чтобы труба была исправна и работала спокойно и нормально. Слова благодарности в свой адрес нефтяники заслужили. Это специалисты, обеспечивающие бесперебойную транспортировку черного золота. С начала года больше 110 миллионов тонн нефти благополучно довели до заказчиков. Андрей Фадеев, Васса Рассадина, Константин Макаревич, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Лучшие в своем деле. По традиции, ко дню работников нефтяной и газовой промышленности тех, кто имеет особые заслуги в отрасли, награждают. Так, на Новокубежевском заводе масел и присадок отметили чуть более ста сотрудников. Кто предан профессии, расскажет Владимир Маркин. Денис Миронов – молодой специалист Новокубежевского завода масел и присадок. За шесть лет на предприятии стал старшим оператором. Осмотр оборудования, контроль за производственным процессом и руководство бригадой сотрудников – его привычный рабочий день. За вклад в развитие компании его портрет разместили на галерее подсчета. В этом году мы освоили синтетические сольфонаты как раз на новом узле оборудования, который находится сейчас за мной. Производство не стоит на месте, то есть оборудование меняется, моторы меняются. Молодые специалисты берут пример с корифеев нефтехимической отрасли. Юрий Гуляев 31 год посвятил установкам депрофинизации масел. Профессионала с таким стажем здесь ценят. Его труд во благо производства отметили медалью за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса второй степени. Большое количество здесь людей, даже на установке, которые знают, что застрой на таких наград. Ну, добросовестный труд, серьезное отношение к работе, любовь к работе. По традиции, к профессиональному празднику лучших сотрудников предприятия отметили ведомственными, корпоративными, областными и муниципальными наградами. Владимир Маркин, Сергей Александров. Новости губернии. В первое воскресенье сентября свой профессиональный праздник отметят работники нефтяной и газовой промышленности. История самарской нефти насчитывает уже 85 лет. С ней неразрывно связана деятельность одного из ведущих предприятий отрасли региона. Больше 5 миллионов тонн сырья ежегодно поступает на нефтегорское нефтестабилизационное производство акционерного общества «Самара нефтегаз». Здесь из черного золота убирают воду, соли и газ. В планах разработка новых месторождений и увеличение объемов добычи на 1 миллион тонн. Это потребовало модернизации производства. Построены новые резервуары и отстойники. Готовится к запуску уникальная установка охлаждения нефти. Узел захолаживания просто на самом деле нигде не применялся в текущий момент. Это первый объект, где внедряется такое как бы сооружение. Аналогов как бы еще нет. Температура нефти будет заходить порядка 38 градусов. На выходе уже она будет выходить не более 30 градусов. Ввод новых установок позволит повысить надежность и экологичность процессов. Об экологии заботятся и с воздуха. Беспилотники с газоанализаторами облетают до 20 квадратных километров в день, и не выявляют утечки метана. Ведется и видеонаблюдение за трубопроводами. Авиационный мониторинг происходит в режиме реального времени с передачей видеосигналов на станции наземного управления, а также на рабочие места специалистов по эксплуатации. Что позволяет оперативно выявлять и обнаруживать потенциальные повреждения и дефекты, а также реагировать на них. За полгода выполнено около 500 вылетов. Обследовано больше 50 тысяч трубопроводов. В Самарской области продолжается проект «Поехали летний отдых в Самарской области». Каждую неделю наша съемочная группа отправляется в путешествие в рамках пресс-тура, чтобы открывать новые точки притяжения внутреннего туризма. В этот раз мы взяли курс на Самарскую луку. С видами на Молодецкий курган и лихими всадниками Жигулевской вольницы знакомилась Марина Баркова. Туризм в Самарской области прекрасен в любую погоду. Вот сейчас идет небольшой дождик, а мы исследуем красоты Самарской луки. На автобусе, пешком и, конечно же, верхом. Правильно, Толик? Поехали! Конные походы – один из самых популярных видов активного туризма в Самарской области. В связи с пандемией последние два года количество желающих уйти в поход превосходит количество самих походов. Например, прогулки по Самарской луке верхом организует всего пара конных клубов. Один из них находится в селе Жигули. Здесь стоит 25 голов. На них можно обучиться верховой езде и погулять по заповедным местам от одного до десяти дней. Только у нас вы можете побывать на плоских горах. Плоские горы у нас вот здесь. Только у нас вы можете пройтись по Ширяевскому оврагу, который вовсе не овраг, а долина по названию Ширяевский овраг. Только у нас вы поболеваете в старинном селе Аскулы, где живут шишиги. А в Ширяевском овраге живет Волкадир. Вот он, кстати. Это вольклор. Ирина Глинская – коренная сибирячка. Много лет водила туристов в походы по горному Алтаю. За 8 лет проживания в Жигулевских горах она убедилась, что и красоты не хуже, и инфраструктура намного удобнее для путешествий верхом. Кроме того, клуб в селе Жигули является кузницей юных чемпионов по спортивному туризму. В этом году воспитанник Ирины Глинской в Татарстане взял чемпионский титул на длинной дистанции с ориентированием. Это вот когда ты держишь коня одной рукой и едешь 20 километров плюс. По полю один наедине с собой и с конем. И короткая дистанция как раз таки с преодолением препятствий и на скорость. Блогеры и журналисты стали свидетелями начала тренировочного сезона для юных наездников. Сначала мы выходим на манеж, 5 минут шагаем, как отшагаем, начинаем разминку, это минут 10 рыси, потом чуть-чуть отдаем лошади отдохнуть, пошагать и начинается сама тренировка прыжки, змейки, голоб. Если в конный поход без инструктора и подготовки по Самарской луке не сделать и шагу, то на главные смотровые площадки можно приехать самостоятельно. Главное приобрести путевку и ознакомиться с правилами посещения особо охраняемых природных территорий. Участники проекта поехали пешком, прогулялись на Девью гору и молодецкий курган. Большинство из нас здесь не впервой, но красота родных волжских просторов каждый раз захватывает дух. Для чего сюда приезжаешь? Ну вообще это мое самое любимое место Самарской области, я прям ощущаю здесь себя прям на высоте блаженства, тут потрясающий воздух, красивые виды, горы, море бескрайнее. Я здесь получаю заряд энергии, мне здесь очень нравится. Места на самом деле дивные, я довольно регулярно бываю в Самарской луке, но знаете, я бы поставил молодецкий курган, наверное, на первом месте в личном рейтинге. То есть вот курган молодецкий и Стрельная гора, это уникальные места, это жемчужины этой территории, это жемчужины 63 региона. Существует такая легенда, что Стенька Разин зарыл свою трубку и с тех пор она курится, поэтому над вершиной молодецкого кургана можно всегда видеть легкий дымок, вот даже сейчас мы можем видеть эти облачка, поэтому легенда, наверное, правдива. Проект «Поехали» организован департаментом туризма Министерства культуры Самарской области при поддержке областного правительства. Пресс-туры осуществляются каждую неделю на протяжении всего лета. Развитие внутреннего туризма и популяризация туристических возможностей Самарской области – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области. Марина Баркова, Сергей Костин, Новости губернии. Самарское областное обещательное агентство подвело итоги и вручило награды участникам и победителям акции «Учат в школе» на радиогубернии. Конкурс проходил с 21 по 30 августа. Среди призов – сертификаты на пиццу, посещение города профессии Чадоград, пригласительные билеты на колесо обозрения в парке Гагарина. Ну а главным подарком для победителей стал сертификат номиналом в 3000 рублей на покупку школьного рюкзака. Как проходила акция и в чем секрет успеха победителей, узнали мои коллеги. Зайти на официальную страницу радиогубернии в социальной сети, оставить там свой номер телефона и имя – эти условия выполнили более ста человек, которые стали участниками акции «Учат в школе». Оставалось только дождаться звонка и попытаться ответить на вопросы радиоведущего в прямом эфире. Участников для созвона выбирали, естественно, случайным образом. Процент, скажем так, тех, кто практически не ответил ни на один вопрос, был очень маленький. То есть начальную школу, к счастью, наши радиослушатели знают. И поэтому много поощрительных подарков мы разыграли практически все. Так, совершенно случайно, в числе победителей оказалась Юлия Полковникова. Ее номер телефона с заявкой на участие оставила дочь. Для Юлии не только выигрыш, но и само участие в конкурсе стали настоящим сюрпризом. Ну я, конечно, была удивлена, когда ты дома стоишь на кухне, готовишь, тебе звонит телефон. Ты берешь трубку и тебе говорят, здравствуйте. Это вам звонит радиогуберния. Я думаю, много людей хотят принять участие, попытать свое счастье, выиграть приз, чтобы кто-то знакомый их услышал. Ну и знания свои проверить. Я думаю, в любом случае это очень хорошо, когда такие конкурсы придумывают. Как бы вроде и подарок, вроде как знание, вроде как само интересно. Участникам было задано по три вопроса из школьной программы. Чтобы выиграть утешительный приз, хватило одного правильного ответа. Финалистами конкурса стали пять человек. Они справились со всеми вопросами и получили заветные подарки. Акция состоялась при поддержке стоматологической клиники высшей категории «Эденталь». Все помним 1 сентября из своего детства. Это очень радостный день как для детей, так и для родителей. Поэтому мы хотели быть сопричастными этому замечательному событию и сегодняшним родителям, сегодняшним школьникам. И подарить им такие приятные подарки, которые помогут им поддерживать здоровье зубов. Генеральным партнером акции «Учат в школе» стала компания «Эртелеком Холдинг». «Телеком» – оператор «Дом.ру» – один из крупнейших провайдеров России. Поздравляем! Радио «Губерния» обещает и дальше радовать своих слушателей розыгрышами и подарками. Следите за эфиром на частоте 92,5 в Самаре и 91,9 в Тольятти. И не забывайте, что главное – настрой. Виолетта Маджар, Андрей Авдеев, Новости губернии. «Вся жизнь театр» – так про себя может сказать выпускница хоровой школы Самарского театра оперы и балета. Мария Федорова две трети своей жизни посвятила сцене, поэтому и продолжила обучаться в сфере культуры. Поэтому девушка выбрала самарский вуз и как с детства влюбляются в искусство, расскажут мои коллеги. Марии Федоровой всего 18, но она уже большую часть своей жизни посвятила сцене Самарского академического театра оперы и балета. Окончив детскую центральную хоровую школу, девушка поняла, что расстаться с уже родным коллективом не может. Поэтому продолжила участвовать в проектах и теперь сама делится опытом с новичками. В этом году Маша стала студенткой театрального факультета Института культуры. Направление выбрала близкая по духу – режиссура. Признается, годы обучения в хоровой школе значительно облегчили вступительные испытания. Прямо сформировало меня, чтобы предстать кем-то на вступительных испытаниях, то есть показать себя. То есть это очень сильно помогло, особенно людям, которые идут в этой сфере дальше. Это закладываются те самые впечатления, которые потом только развиваются. Этот восторг дикий, когда ты приходишь на сцену и чувствуешь себя в абсолютно другом измерении, в другом пространстве. Даже не знаю, как это передать. Фортепиано, сальфеджио, музыкальная литература, теория музыки, основа дирижирования. Лишь малый список дисциплин, которые изучают в этой школе. И то, что она находится в стенах театра, играет важную роль. Атмосфера театра, они с детства укушенные театром. Понимаете, это все остается на всю жизнь. И это то, что невозможно никакими дома заменить сказками, рассказами, мультиками и так далее. Здесь надо вариться в этом. И они попадают в эту сказку. И эту сказку они продолжают. Выпускники школы получают высшее среднеспециальное образование именно в сфере культуры. И многие для дальнейшего обучения выбирают именно самарские вузы. Ведь в регионе созданы все условия для развития и самореализации молодежи. В этом году мы можем похвастаться тем, что три наши выпускницы поступили в профессиональные учебные заведения. И связали свою жизнь не просто с музыкой, а с театральным искусством и с музыкой в том числе. Напомним, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, выпускники Самарской области, которые поступили в этом году в учебные заведения региона, получат субсидии в размере 10 тысяч рублей. Елизавета Должкова, Роман Апарин, Новости губернии. Ловкость рук и никакого мошенничества. Правда ли, что во время исполнения фокуса можно умереть? Покажем самый эффектный фокус, который существует в картах. Что такое ментальная магия? Наш герой считает фокусы обманом, но с добрым помыслом. А однажды он чуть не обезглавил ассистентку. Нифига ты не видел, тебя обманули. Фокусник – это страшная и опасная профессия. Местеросенсы зарабатывают дофига. Карманники, шулеры и воры. Да как так-то? Вообще возможно? О них мало что известно, но они вызывают интерес. Мы находим людей редких профессий и увлечений и узнаем от них то, что вы никогда не спросите. Да, если фокус с распиливанием бывает, с отрезанием каких-то конечностей, если фокусник неумелый, он может действительно повредить. Самый смертоносный фокус в мире – это когда фокусник ловит пулю зубами. Почему умирает? Потому что всегда зритель виноват, в 90% случаев всегда был виноват зритель. Почему? Был случай, когда чувак встает, говорит «Эй, фокусник, поймай мою пулю!» И стреляет фокусника. Фокусник падает на сцене, финал. Кончилась программа. Много разных моментов было, то безусловно да. Фокусник – это страшная и опасная профессия, между прочим. А не вам кажется, куда карта гонять? Нет, опасно. Они ассистенки, они тоже могут пострадать. Нет, полно бывало случаев, действительно, когда страдали ассистенки. У меня, даже помню, был большой концерт. Это был другой город, это большое шоу, это спектакль. И я забыл кое-что сделать и задвигал такое лезвие. И прямо в голову своей ассистенки так трыньк. И я думаю, боже мой, что с ней случилось? Она сейчас упала, там кровь идет или еще что-то. Но оказалось, что было хорошо, она на эмоциях, на адреналине. Мы закончили этот номер. И я потом за кулисье, пока шла подтанцовка, все, я встал на колени и сказал, пожалуйста, радость моя, прости меня. Она говорит, фигня, Женя, фигня, было круто же, да? Я говорю, было круто, ну извини. Было и такое. Есть. Они называются карманники, шулеры и воры. Я думаю, фокусники, безусловно, все используют это корыстно. Но только в качестве расположения к себе аудитории или людей, с которыми он общается. Ну, конечно, всегда же приятно в общении, когда тебе что-то такое показали, где ты испытал некие эмоции и уже в глазах пойдет общение, я вам скажу. Что может быть интересно? Интересны какие-то элементы, которые делает фокусник с картами. Например, когда он берет девятку, один взмах, и она превращается в шестерку. Это же интересно. Это все на глазах у людей происходит. Смотрите. Превращается. Вот. И такие моменты. Это же интересно. Любую карту. Какую хочешь. Выбираете. Показывайте в камеру всем нашим уважаемым зрителям. Я все делаю здесь на руках. В любой момент стоп. 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 Кладите. Я не знаю эту карту. Карта у нас в колоде много. Я тасую карту. В колоду. Смотрим на низ. Выбранная карта? Нет. Смотрим наверх. Ваша карта? Нет. Ладошка. Будьте добры. Мы находимся на крыше. Даму Буби. Я кладу вам ладошку, чтобы ветром не сдуло. Прижмите другой рукой. Очень крепко. Крепко. Делаю одно сейчас движение. Все. И теперь, я думаю, мы можем посмотреть. Вот сейчас медленно переверните карту на камеру. Медленно переверните ее. Смелее. Посмотрите сами. Вот так. Кстати, вот этот фокус, обучить его, наверное, минут 10-15. Ну, 20, да? Но, на мой взгляд, самый эффектный фокус, который вот существует в картах. Вот по моему 15-летнему опыту. Вот бред, да, порой бывает? Нет. Потому что очень много коллег в какой-то момент понимают, что фокусник я не кудышный. А экстрасенсы зарабатывают дофига. Пойду-ка я в экстрасенсорику, применив элементы ментальной магии. Что такое ментальная магия? Это когда иллюзионист создает ощущение чтения мыслей. То есть можно же просто... Смотрите, вот, ваша карта. А можно сказать, смотрите на меня. Я чувствую, чувствую. Энергетика. Ваша карта такая. Это будто бы он отгадал, предсказал. Это ментальная магия. Чуть-чуть ментальной магии, приправляешь все экстрасенсорикой, и ты экстрасенс. Конечно. Более того, 99% фокусников России работают не свои фокусы, а фокусы, которые были придуманы за много-много лет. За что говорит Россия? Единицы фокусников в мире, которые придумывают настоящие новые трюки. Потому что, конечно, за историю фокусов это многотысячная... Тысячелетняя история фокусов. Было изобретено огромное количество трюков. Невероятное количество трюков. На мой взгляд, сейчас очень сильно шагают вперед фокусы с нашими гаджетами. Это новенькое. Все, что касается простых предметов, практически ничего в мире не придумано нового. Нет, нет, нет. Я вообще для детей практически не выступаю. Я думаю, на одной руке я могу пересчитать, сколько раз я выступаю для детской аудитории в год. В основном у меня взрослая аудитория. Мне нравится покорять взрослую аудиторию, потому что взрослый – это, с одной стороны, сложная публика, это психология. И мне с ними интереснее. Мне нравится именно, когда взрослый человек, умный, состоятельный, состоявшийся человек, смотрит на тебя детскими глазами и думает, да блин, да как так-то вообще возможно? И он не верит. И ты его переводишь в тот момент. Он может быть кем угодно, суперизвестным, богатым дядькой, неважно. Но в тот момент перед тобой стоит маленький, семилетний мальчик, который щенячьим глазами смотрит на тебя и просит рассказать секрет. Он начинает верить сказку. Именно в тот момент. Больше в жизни у него этого момента не будет. Да, особенно, когда им самим нравится, когда я их обманываю. Обман – это обычно, когда человек не в курсе, что его сейчас обманывают. Это что-то такое негативное. А фокусы – это обман с добрым посылом. Когда человек испытывает эмоции, когда у него происходят непонятные вещи перед глазами, но он понимает, что сейчас меня обманывают. Где? Он не знает. Вот это большая разница. Дети, между прочим, по поводу фокусов, гораздо лучше взрослых разгадывают их. Ты можешь показать 10 взрослым, и, может быть, один только подумает, и рядом будет находиться возле секрета. Покажешь фокус 10 детям, 9 из них отгадают. Взрослый, он же самый умный, он все знает, что если ты кладешь предмет сюда, значит, он здесь, и ничего с ним не может произойти. Если что-то там падает, то все, гравитация. Ребенок этого не знает, у него есть мир новый, он его познает. И, соответственно, когда что-то ты кладешь и исчезает, у него в голове иначе работает механизм. Взрослый, он себя обманывает, что я же видел, нифига ты не видел, тебя обманули. Уже на этом этапе где-то тебя обманули. А ребенок, он, ну, все, правду видит сразу. Грубо говоря, если взрослому показать предмет, который летает, провести над ним руками, там, кольцом, и показать, к примеру, чувак, нет никаких нитей, он скажет, блин, нифига себе, как это летает? Наверное, какие-нибудь магниты. Ребенок не знает ни о каких магнитах. Ребенок сразу скажет, да там по-любому нитка, и все. Ну, он будет по-другому, он вздарит в корень сразу. Ну, грубо говоря. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после эфир канала «Губерния» продолжит художественный фильм «Танцы насмерть». А у меня пока на этом все. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В выходные в Самарской области, по прогнозам синоптиков, возможны слабые дожди, гроза. Днем воздух прогреется до плюс 13-18 градусов. Ночью плюс 8-13. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 13-14. На востоке и юге воздух прогреется до плюс 16. Погода в Самаре ожидается пасмурной и прохладной. Днем покажут плюс 12-16 градусов. Ночью плюс 9-12. Атмосферное давление в пределах нормы 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76-86%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok